У меня сегодня выпала честь рассказать вам про такой замечательный инструмент, как Bridge Bank, который появился у нас сравнительно недавно. Это инструмент, которым пользуется фонд гарантирования вкладов при выведении неплатежеспособных банков с рынка. И, в принципе, как и весь закон про систему гарантирования вкладов и те инструменты, которые у нас имеются, они выстроены по аналогии американской системы гарантирования вкладов, которая предполагает в том числе использование Bridge Bank при выведении банков с рынка. Разрешите мне начать свою презентацию с двух словах, буквально рассказать о том, какой портфель проектов в фонде на сегодняшний момент уже есть. Это семь кейсов, которые были успешно завершены. Могу в том числе похвастаться тем, что на сегодняшний момент фонд сделал все возможные способы выведения с рынка, которые предполагает наш закон. И, в принципе, кроме одного, это создание длинного переходного банка, на котором я остановлюсь немножко позже. То есть на сегодняшний момент нам удалось продать два неплатежеспособных банка. Это Астро-Укргазпром. Уровень рискованности этих кейсов у нас оценивается как 50%, потому что Астро-банк успешно работает, и он вышел в мир и развивается. Укргазпром-банк, который был продан фондом, он, к сожалению, вернулся к нам на ликвидацию, потому что инвестор не смог его капитализировать вовремя. Бридж-банк, мы также имеем опыт создания двух банков, это Кристалл-банк и РВС. Здесь ситуация тоже непростая, неоднозначная, потому что Кристалл-банк, он успешно работает на рынке, РВС-банк пока что у нас тоже условно под дышим состоянием. Ну и у нас есть опыт трех P&A, в том числе и одного P&A с участием государства, это Банк Киев, Укргазбанк, ну и промоэконом ФИДа и Золотые ворота и Стандарт, они были закрыты сделки, но Банк Стандарт через несколько месяцев пришел в фонд, что говорит о том, что все-таки, несмотря на все разрешительные документации, которые имеются для сделки, все-таки уровень риска на сегодняшнем рынке достаточно высокий. Но я думаю, что сейчас мы сконцентрируемся на Бридже, и возвращаясь к нашим двум кейсам, которые были, хочется сказать, что несмотря на то, что способ вроде бы один и техника выполнения одна, Кристалл и РВС-банк – это совершенно разные банки. Разные банки и по структуре баланса, и по идеологии, и, в принципе, даже по времени, когда это делалось. Кристалл-банк, он создавался на базе Теры, там было огромное количество вкладчиков физлиц, гарантированных фондом, часть вкладчиков фонд даже выплатил сам, а то, что осталось, мы передали в Кристалл. При том, что в Тере было огромное количество вкладчиков, гарантированная сумма была большой, активы там были, мягко говоря, не очень. Когда мы зашли в Теру, оказалось, что, собственно, все самое хорошее было уже выведено, как это обычно бывает, и осталось то, что осталось. Инвестор, который выявил намер поучаствовать в конкурсе по регулированию неплачеспособности Теры, он предложил нам создать Кристалл-банк, в который перевести обязательства гарантированные фонда на остаток и часть активов. По закону фонд имеет право датировать разницу между активами и обязательствами, финансовой поддержкой, что, в принципе, было сделано в случае Кристалла. В чем для фонда интерес? Зачем это делается? Основной интерес фонда лежал в плоскости стоимости активов, потому что, когда банк выводится с рынка, фонд первым делом, что он делает? Он оценивает активы, смотрит, сколько там есть живого, чего мертвого, и для того, чтобы можно было просчитать условную стоимость ликвидации. Если же инвестор, который приходит в фонд, говорит о том, что я готов вывести банк с рынка, но, предположим, я готов заплатить за эти активы определенную сумму, и она является выше, чем мы предполагаем, мы получим от ликвидации, в таком случае фонд гарантирования идет на принятие решений о конкурсе победителей и, собственно, в саму сделку. В случае с Кристаллом было именно так. Инвестор предложил определенный перечень активов, стоимость которого в разы превысила того, что мы оценили. И, соответственно, сделка состоялась. Стоимость банка была всего-навсего порядка 2 миллионов гривен. Основной интерес, основная выгода лежала в плоскости стоимости этих активов, которые мы передали. По Кристаллу, по РВСу, тут идеология была иной, вкладчиков там практически не было гарантированных фондом, передались активы и обязательства равным к частям, финансовой поддержки не было, но зато фонд получил сумму за продажу самого банка, то есть здесь прямой доход на корсчет фонда. Это то, что это такой небольшой буквально срез по идеологии этих двух банков. Если углубляться в технику, да, как самого способа, зачем он существует, и что нужно для того, чтобы, если инвестор хочет поучаствовать, все-таки сделка состоялась, в первую очередь, на сегодняшний момент, после изменений нашей нормативки по фонду гарантирования с 1 января, основными двумя передумовами для создания переходного банка как инструмента регулирования являются две вещи. Это наличие передквалифицированного инвестора. Квалификация инвесторов теперь занимается Национальный банк Украины. Раньше это был фонд, раньше процедура была немножко проще, теперь немножко сложнее, но зато она более заточена на результат. Если есть у нас инвестор, который хочет поучаствовать в принципе в любом из способов регулирования неподвижеспособности, изначально он должен подать пакет документов и пройти все возможные и невозможные проверки регулятора на предмет всего, и наличия средств, и наличия репутации или ее отсутствия, и в принципе доказать регулятору тоже свою стратегию развития на рынке у банковского сектора, то есть зачем ему нужен этот банк. Если же это упражнение инвестор успешно прошел, следующая для него как бы рапорная точка является соответствием его модели или его предложения наименьшую тратному способу для фонда. То есть в нашем законе и в принципе во всей деятельности фонда гарантирования вкладов по инвесторской части с наименьшую тратному способу проходит красной линией через всю нашу нормативку, через наше законодательство и в принципе это то, что является для нас критерием принятия решений. То есть что это такое, что это значит, да? Это стоимость ликвидации против стоимости регулирования иным способом. Если говорить про переходной банк, то основными особливостями на сегодняшний момент является то, что это банк, который должен иметь уже 500 миллионов. Буквально до лета прошлого года переходной банк мы могли создавать с капиталом 120, в августе месяце это было изменено и в принципе никакой поблажки к переходному банку больше нет. Это 500. Второе, что хорошо и иногда не очень, то, что переходной банк является полностью правоприемником непланишеспособного. То есть все споры, все права и все обязательства они переходят к переходной. Что есть хорошо для инвестора, то, что активы мы передаем по рыночной стоимости. То есть это уже активы, в том числе правоотребования, взвешенные на риск, что позволит оставить убытки в умирающей структуре банки, которые идут в ликвидацию. И что тоже есть хорошо для инвестора, то, что все обязательства передаются национальной валюте. Нет больше валютных рисков, но есть валютная позиция. И последнее, что бы хотелось сказать, это опять-таки возможность получить бесповоротную финансовую поддержку от фонда в случае, если баланс переходного банка является несбалансированным. Обязательств больше, чем актива. Как принимается решение? Я уже говорила о том, что основным критерием для нас является вытратность этого способа регулирования. И принимается решение на основании оценки активов. Хорошо это или плохо, практика доказала, что это явно не идеально, потому что на сегодняшний момент решение принимается сегодня, а стоимость активов определяется тоже сегодня. Хотя мы все прекрасно понимаем, что фонд будет уходить в длину, будет уходить как минимум в диапазон 2-3 лет. Что бы хотелось еще сказать про этот способ, это то, что он несовершенен далеко-далеко-далеко, и очень много мы столкнулись с разными подводными камнями, узкими местами и проблемными моментами, которые, наверное, мы узнаем только тогда, когда начинаем это делать. Первое, сроки. Вот Евгений Парадо выступал на предыдущей секции, он говорил о том, что все, что касается фонда, это всегда очень быстро, и нужно быть очень подготовленным и в плане инфраструктуры, и в плане всего, для того, чтобы мы могли сработать. Так вот, с этого года сроки еще более сжатые, потому что в предыдущем году на все про все у нас было 3 месяца плюс 1, 4, на сегодняшний момент это 1 месяц плюс 1, это 2. То есть, что нужно сделать за 2 месяца? За 2 месяца нужно стать неплодежеспособным, нужно найти инвестора, нужно получить все разрешения Национального банка, фонд должен создать юрлицо, получить все лицензии на юрлицо, то есть на переходной банк, мы должны успеть перелить все активы и пассивы в бридж и продать банк, собственно, инвестору. Поэтому там слияние поглощения в год-два, как говорилось, что занимают в среднем, здесь это ровно в 10 раз меньше, это 2 месяца. И, собственно говоря, на второй день после того, как переходной банк создан и продан, заходит куратор, который полностью от фонда, который надзирает на деятельность у банка, но при этом при всем банк абсолютно не лишается никаких своих обязательств по выплатам, кладчикам, например, если они есть. Вот если возвращаться к нашим кейсам уже, по Кристаллбанку мы передали, по-моему, порядка 750 миллионов гривен гарантированных фондам. И на 10-й рабочий день этот бридж-банк, который сырой, свежий, без бранчей, без ничего, обязан был начинать выплачивать это все. И это уже обязательства, которые мы не можем никаким образом отсрочить. Пока банк не продан инвестору, это главная боль фонда, поэтому мы всегда тоже учитываем, принимая решение, идти в сделку или не идти. Второе узкое место, которое на самом деле очень узкое, это очень ограниченные сроки для приведения уже инвесторам банка к требованиям законодательства. После того, как банк продан, акции отчужины зарегистрированы, инвестора есть ровно 30 дней для того, чтобы докапитализировать банк, провериться национальным банком и предоставить фонд в основу к протезе, что банк приведен в соответствие и все хорошо. Если же не хватает времени, что-то не сделано, к сожалению, ни единой опции ни у фонда, ни у Нацбанка отсрочить этих 30 дней хоть на сколько-то нет. Это, собственно, то, что произошло на сегодняшний момент с банком РВС, который докапитализировался, да, но по проверке Национального банка не совсем достаточно. И вариантов исправить ситуацию закон не предусматривает. Поэтому, если в случае, если Национальный банк пришел и сказал, что, ребята, вы молодцы, мы там докапитализировались на 99,9%, а 0,1% недостаточно, то, извините, но уходит банк в ликвидацию. И тут уже деньги инвестора, они являются просто кредиторскими требованиями, которые были занесены в капитал, да, а не последняя очередь прав требований кредиторов. И когда будет ликвидация, инвестор будет иметь право что-то получить. Это то, что я говорила сейчас негатив для инвестора, но есть и узкие места и для фонда, которые тоже нам не нравятся. В первую очередь это то, что фонд несет полную ответственность за деятельность этого банка до момента продажи и после нее, до того, как инвестор не уйдет в рынок. Закон нам придает право запонятые, призапонятые, обмеживать какие-то операции, но реального надзора за банком и реальных инструментов какого-то влияния у нас немного. Кроме того, период, когда банк является переходным, он не находится еще в надзоре Национального банка и получается, что банк с особым статусом, да, Национальный банк еще не надзирает, а фонд там надзирает, но не до конца. Потому что у нас для этого нет ни инструментов, ни полномочий, собственно, наверное, и опыта. Это вот то, что основное узкое место для фонда. Также из того, из чего нам приходилось сталкиваться уже когда-то, это, безусловно, сложности с переоформлением права собственности потом, но юристы, наверное, знают, как с этим бороться. И, в принципе, очень много законодательных неурегулированностей, да, которые приходится уже в процессе работы устранять или, наоборот, которые очень сильно ограничивают. Это то, что в двух словах про переходной. Спрашивайте. Все изменения законодательства только-только вступили в силу. Они свежие. Я не думаю, что кто-то их изменит снова. Вот все, что можно было ухудшить, уже ухудшили. Сроки ограничили. Квалификацию нацбанк отдали. Поэтому, я думаю, что не планируется. И, на самом деле, ну, то есть я немножко эмоционально говорю о том, что нам не нравится то, что было изменено в законе. Но, на самом деле, где-то в перспективу, да, стратегически это было правильно. Потому что для того, чтобы человек, который хочет купить банк, был качественным там или структура была качественной и несла какую-то дополнительную добавленную стоимость в рынок, да, в банковский сектор, то, наверное, это должны быть организации, которые хотя бы понимают, зачем им нужен банк, зачем им это делать и иметь определенную репутацию. Вот это именно то, чем сейчас, та недоработка, которая у нас была раньше, которая сейчас устраняется с этой предквалификацией. Поэтому, я думаю, что все, что мы можем сделать, это привыкнуть работать по новым правилам. Это дать месседж в инвесторский мир о том, что решение про инвестиции нужно принимать заблаговременно и над этим работать, да, и улучшаться, если что-то не устраивает регулятор, да, и, собственно говоря, идти вперед. Вячеслав Саноничев, финансовый корпус, если позволите два вопроса. Вы сказали как позитив то, что при передаче активов они взвешиваются на риск, их возвращение. Но известно, что когда вводятся в банк или администрация, то даже активы, по которым де-факто есть стопроцентное погашение, заемщик может уйти в полный отказ. Тогда получается, что вы оцените с большим дисконтом тот актив, который не надо оценивать с дисконтом. И получается, что занижается стоимость активов. Смотрите, если когда, вы правы о том, что при признании банка неплатежеспособным, сразу падает очень сильно погашение заемщиков, но есть, значит, активы оцениваются, исходя из дней просрочки, да, мы все понимаем, что если там 30 дней просрочки, это практически там дисконта нет до 60 дней, если 60-90 дней, это там определенный дисконт, который немножко есть, да, и уже если там совсем 1000 дней выше, то там мы оцениваем, не мы оцениваем, а независимые оценщики оценивают дисконтом повыше. В целом я могу сказать из практики, что вот фонд активы всегда оценивает высоко. Почему это стало, в принципе, одной из причин маленького количества P&A, да, передачи активов обязательств принимающему банку, которая, в принципе, по своей идеологии должна была бы быть, должна была бы быть способом, который позволяет быстро передать активы и пассивы, закрыть банк, да, и все вкладчики, и клиенты обслуживаются быстро, хорошо в следующем банке, и активы сохраняются, качество актива сохраняется. Вот. Активы, ну, основная причина, почему этого не случилось в этот кризис, потому что у нас есть субъекты оценочной деятельности, которые всегда, наоборот, я бы сказала, слишком оптимистично смотрят на это качество. Вот. Кроме того, при оценке активов мы составляем жесткие требования, в том числе к оценщику о том, что это должно быть в рамках 23-го постановления, да, не ниже ни в коем случае. Вот. И на сегодняшний момент у нас разработано уже с помощью американских коллег US Treasury и американской US Treasury при поддержке МВФ и всех прочих доноров, своя методика оценки активов, которая нам позволяет сравнивать результаты субъекта оценочной деятельности с рыночным уровнем. И это в том числе делается для того, чтобы избежать завышенной стоимости активов. Как ни странно, но в данном случае мы столкнулись с обратным, что слишком высоко ценят, да, ценщики, и мы не можем их продавать быстро и качественно. И второй вопросик. Вы тоже почти наценили историю с РВС-банком, что вам не пришлось 2 миллиона гривен свою финансовую помощь, и вы даже получили прибыль от сделки. Но после этой сделки на балансе РВС-банк неожиданно появилась гостиница, соответственно, это исказило стоимость сделки. В таких случаях фонд может ли отыграть как-то ситуацию назад? Значит, фонд отыграть ситуацию назад, ну, если банкают ликвидацию, то фонд его будет ликвидировать, да, но мы не можем отыграть ее назад. Я вам скажу так, что то, по какой стоимости появилась гостиница на балансе, это то, как оценили уже сами инвесторы эту гостиницу потом. Это та гостиница, которая прибывала, то есть это передавалось банку РВС право требования по кредиту, где залогом была эта гостиница. Много-много лет велись суды по поводу того, чтобы этот залог взыскать, да, еще Омега-банками, Наросвет-банками еще до этого. Когда произошел фонд, была нами уже попытка поставить на баланс Омега-банки, это Омега-банка эту недвижимость, вот, и регистрационная палата тоже нам отказалась из-за того, что много-много арестов, вот. И, в принципе, это передавалось это право требования с такими проблемами, которое было оценено не низко. Это был рынок, который подтвердили три субъекта оценочной деятельности, это стоимость передачи. То, что потом она появилась на балансе, и цена, по которой она появилась на балансе, это уже было решение инвестора, да, как ее поставить, ее можно было поставить за миллион, можно было за триста, можно было за пятьсот, в зависимости там каких-то своих взглядов на ситуацию. Вот. И, возвращаясь к вашему вопросу, отыграть сделку назад? Нет, мы не можем. Вот. И, но, наверное, еще одного только что вы выделили, да, слабое место в нашей нормативке, которая там не защищает чем-то, может быть, фонд. Вот. И дальше, собственно, ждем, что будет с банком. Ну, то есть, насколько он выплывет, не выплывет.